Озвучил Зози Приглашен на вторую главу Эрэма, его партнер по обмену альбомами. Намджун. Иногда он может быть очень взрослым, а иногда он, кажется, больше похож на ребенка, чем я. Он очень внимательный, но в то же время неуклюжий. Трудно определить, кто он такой, одним словом. Он артист, который просто показывает себя таким, какой он есть. Я люблю BTS. Заношу музыку. Если бы я продолжил в том же духе, я бы... я бы почувствовал, что хочу умереть. Обмен альбомами МММ. Right place, wrong person. РМ. Наконец-то я в доме Намджуна. С кучей вещей в обеих руках. В одной руке. Йоу! Йоу! Эй, Хюн, я здесь с одной рукой. Привет. Привет. Час твои дела? Как всегда. Что это такое? Что? Творк? Да, это он. Вау! Уверен, не ты его приготовил, но я трогал. Конечно, я приготовил, о чем ты говоришь? Я... я приготовил его. Ну, Чемин. Да. Ты здесь что-то поесть? Ну, я... голоден. Ты сможешь есть все это сам? Нет, то тут для тебя. Давай посмотрим. Да. Подожди. Ты наливаешь? Мне все равно, как хочешь. Ну, я просто налью. Налить? Да. Хорошо. Говори, быстрее. Ну, на всякий случай я налью только половину. Так, почему ты пригласил меня к тебе? Я хотел включить тебе свой альбом перед моим отъездом. Ты же знаешь, я скоро ухожу. Да. Осталось меньше четырех недель. Ты уходишь! Я ухожу! Так что я хотел включить тебе свой альбом, именно поэтому я пригласил тебя. Хорошо. Я не думаю, что когда-либо включал ее к тебе. Я его еще не слышал. На самом деле... Я слышал минутное превье. А, я слышал, слышал. Да. Я специально выбрал песни, которые заставят тебя потрудиться. Часом ранее. Думаю, я смогу понять, насколько глубоко он все обдумывал, когда я буду слушать это. Давайте сначала послушаем Джерой. Из всех песен альбома слушает минуту из двух песен, которые выбрал Рэм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Было такое ощущение, будто я слушаю Эпик Хай Мьюзик. Такой же темп, да? Мне было любопытно. Да, верно. И это внезапно напомнило мне о старых временах. Да. Токнемся палками. Вкусно. Первый раз за сегодня ешь? Да. Да. Я знаю, ты пытаешься похудеть, чтобы подготовиться. В любом случае, начнем с первого трека. Давай послушаем. Прежде чем мы начнем слушать, скажи, как называется твой альбом? Для краткости, РПВП. Right place, wrong person. Это о неправильном человеке в правильном месте. Правильное место, неправильный человек. О, неправильный. Угу. Правильный и неправильный, это противоположности. Неправильный человек в правильном месте. Что это вообще значит? Кто ты вроде меня? Например, это похоже на работу в компании, но ты чувствуешь себя не на своем месте на работе. Будто тебя там быть не должно. Я не должен там быть. Если ты будешь думать об этом, пока слушаешь, будет интересно. Погнали. Как называется первый трек? Правильные люди в неправильном месте. Я всегда нервничаю, когда включаю свою музыку для кого-то впервые. И звук здесь, правда, альтернативный. Он немного отличается от паб-музыки и звука, который я обычно делаю. Вот почему я немного нервничал. Альбомы Намджуна всегда как дневник. И мне интересно, о чем он будет говорить в этот раз. Я думаю, что каждый испытывал такие чувства хотя бы раз. Хоть то в организации, в обществе, в индустрии, в семье или в коллективе. Неужели только я здесь странно? Может, я не тот человек, потому что бывают моменты, когда кажется, что все вокруг идет хорошо. Но ты чувствуешь себя не в своей тарелке. В любом случае, я думаю, можно ходить туда-сюда, между правильным и неправильным. Ты можешь думать об этом так. В самом деле, я правильный человек, а место, в котором я нахожусь, неправильный. Да, поскольку я рад, так что если что-то изменится, ты можешь подумать об этом именно так. Я тоже часто о таком думаю. Что я неправильный. Ну, на чьих стандартах основано это неправильно. Точно, точно. Но тогда, чтобы жить в этом мире вместе, нам нужны основные правила. Вот к чему я сгоню. Правила — это самый простой способ. Верно, верно. Это альбом, который выражает это. Эти правила. Кто их сделал? Люди их придумали. Да, так что это правила большинства. В любых ситуациях и отношениях, когда мы находимся в мире, понятия «правильно» и «неправильно» могут меняться местами. И мне показалось, что это очень хорошие ключевые слова, которые будут представлять мой год. Мне показалось это очень интересным. Что это было? Ощущение кайфа? Что это было? Чувствую себя под кайфом от лесного пожара. Я чувствую себя хорошо во время лесного пожара. Типа ты настоящий поджигатель? Это хобби. Точно. Давай двигаться дальше. А то ты. Вау. Ты очень злишься. Я очень злух первого второго и третьим тренером. Давненько не видел, чтобы на ужин переходил на тёмную сторону. Домодачи. Чинго, френд. Сделай глоток и молча налей в чашку. Я проведу тебя на небо, сыграя на трюбе. Все мои друзья хотят ходить на О. Все мои друзья хотят принять другую позу. Я не знаю, могу ли я так говорить, но когда я услышал альбом, я был как в дневнике. У меня много мыслей. И я чувствую себя немного задушен. Он просто вложил всё это в свадьбу. И я знаю, что у него было действительно тяжёлое время. О, вот и она. Джи Роин. Наконец-то я её услышал. Не могу представить, о чём будет речь. Но почему Джи Роин? Я взял всё оттуда. Из моих историй. История из глубины души. Была абсолютно честна. Не могу дождаться, чтобы услышать её. В мире много придурков. Это точно. Верно. В мире полно нечитаемых придурков. На, скажи это. Я просто сказал всё, что хотел. Я просто сказал всё, что хотел. Представлять. Мне очень нравится. Мне не хватало этого в тебе. В нашей команде я тот самый, кто говорит все правильные вещи. Я выхожу на сцену, чтобы представить команду. Это то, что я всегда делаю. И люди ждут от меня, что я буду произносить речь, давать интервью. На английском. Верно. Поступать с такими речами и тому подобное. Но на самом деле, ты знаешь меня, поэтому ты это знаешь. На самом деле, я просто неважный 29-летний парень, живущий в Корее. Вот кто я. Я понимаю, о чём ты. Наверное, я не могу сказать, что я средний. Я просто 29-летний человек, живущий немного другой жизни, чем другие. То же и касается тебя. Просто 28-летний парень. В последние 10 лет мы чувствовали это бремя. В какой-то момент мы просто должны были быть сознательными и другими. Я люблю BTS за нашу музыку. Но если бы я продолжал в том же духе, я бы просто... Я бы почувствовал, что хочу умереть, не имея возможности сказать то, что я хочу сказать и что приходит на ум. Думаю, именно поэтому я работал над этим альбомом. Тяжесть быть лидером BTS. Звучит здорово. Это просто... просто рок. Но мне очень понравилась тёмная сторона Рэма. Я сказал всё, что хотел. Не мог бы ты переходить на тёмную сторону каждый день? Я сказал всё, что хотел. Я много говорил о сложных вещах. Поскольку речь о неправильном человеке, я просто очень хотел быть настолько честным, насколько я мог. И пока я работал над своим новым альбомом, поскольку речь идёт о правильном и неправильном, со мной много чего произошло во время работы над ним. Я думаю, что альбом влияет на свою жизнь. Это с нами часто случалось. Серьёзно. Произошло столько всего, что большинство людей никогда бы не испытало в своей жизни. И в итоге я выбрал совершенно другой путь. Верно. Изначально я собирался поступить в армию, как и хобби. Но потом я встретил Сан Яуна из команды Бальмингский Тигу. Ему показалось, что я очень интересный. Он сказал, что у меня противоречивая личность. Я тоже так думаю. Я честный, но люблю что-то скрывать. Я активный, но предпочитаю оставаться дома. Мне нравится спокойствие и тишина, но на самом деле я хочу быть громким. Я очень противоречивый. Могу полностью с этим согласиться. Правда? Раньше я вдавал небольшое интервью, и я сказал, что ты очень старательный, но неуклюжий. Верно, верно. Я кажусь очень умным и глупым. Ты очень крутой, но ещё и глупый. Я думаю, это очень хорошо описывает тебя. Верно. Раз уж я такое противоречиваю. Он сказал, почему бы тебе не перестать быть частью BTS на некоторое время, и не оставить записи себе, пройдя через все эти вещи. Вместо того, чтобы записаться прямо сейчас в армию, давай вместе разберёмся с твоей историей. Итак, мы начали работу над этим альбомом в начале февраля. Провели песенный лагерь на пятом этаже в Хайпе и собрали около 40 продюсеров, авторов песен и музыкантов вместе. Я это много раз видел. Да, я так и начал. До тех пор я всё ещё часто общался с тобой. Но в один момент это прекратилось. Я работал над этим стимулом. Я продолжал вбиваться с пути. Так это выглядело. Так что я ничего не сказал. Вот как это было. Мы пережили долгий трудный период из-за проблемы с призывом в армию. Было много разговоров об этом. Даже когда я был в баре, люди за соседними столиками говорили об этом, не зная, что я был рядом. Типа, правильно ли, что они так поступают? Мы так много раз это слышали. И как раз в это время со мной лично произошло много событий. Я много думал о том, что я должен делать. Пройдя через это, я подумал, что мне следует излить все это и оставить запись. Быть настолько честным, насколько я смогу. И я думаю, что я был. Он всегда чувствовал большое давление в команде. И было так много вещей, что он хотел сделать для мемберов. Он так много хотел сказать нашим фанатам, поэтому постоянные мысли об этом очень напрягали его. Ему есть что сказать, и отличные идеи. Но если вы начинаете думать о том, что думают остальные, то это становится очень стрессово. Он может ворчать, но если мемберы... Это одинаково со всеми. Но особенно с ним. Если он скажет, это так, и кто-то другой скажет, почему это так, значит, этот человек сумасшедший. Хорошо. Дальше. Небеса? Забери мой рай. Возьми мой рай. Возьми его. Вау, это такая песня. Я часто слушаю, когда остаюсь один. Шогей. Да. Это правда здорово. Я часто слушаю подобную музыку. Это что-то вроде Брейкбота. Или Фрэнка Оушена. Это песня в моем стиле. Приятная, правда? Да. Такая музыка мне нравится. Ты знаешь, какую музыку мы включаем, когда пьем с друзьями? Моим друзьям не нравится, когда я выбираю песни. Поэтому я включаю именно такую музыку. Мне нравится слушать подобную музыку. Ты тебя сбивай. Я тоже люблю спокойные и тихие песни. Это полностью мой вай. У людей разные вкусы. После этой будет тот, который ты уже чуть раньше слышал. Возь стала заглавным треком. Это песня о том, как я чувствовал себя потерянным. Я думаю, что это песня, которая представляет этот альбом лучших всего. А почему Lost? Речь идет о человеке, который сбился с пути. Она правда о тебе? Около года и трех месяцев я проводил время очень динамично. Что-то случалось почти каждый божий день. Каждый день со мной что-то происходило. Тогда у меня возникла мысль, что я должен побыть некоторое время отдельно от мембер. Но только физически, не ментально. Но я должен был перестать думать о команде, чтобы увидеть себя таким, какой я есть. Потому что тогда... Самое смешное, что я тебя полностью понимаю, что ты имеешь в виду. Я понимаю, но поскольку ты лидер, я думаю, что мемберы чувствовали себя так. А? Иужели нам Джу не заботится о нас так же сильно? Но мемберы все понимают. Они знают, но... Да, и мы все знаем, как тяжело от тебя было. Но ты же не говоришь, мне просто нужен перерыв и уходишь на перерыв. Ты даже себя не знаешь. Как ты мог сказать нам? Кажется, я понимаю. В моем случае тоже, когда я работал над своим альбомом Фэйс, я сказал всем, думаю, я чувствую себя потерянным. А мемберы уже знали и сказали, мы знаем. Мы просто ничего не говорили. Вот что они мне сказали. Это то же самое. Наш лидер переживал тяжелое время. Так что мы могли сказать? Мы просто хотели, чтобы он ходил здесь, рядом. Столько, сколько мог. Ладно, это последний интервейт. Смолик плачет. Это название. Это мило. Ю-ю. Я собираюсь выпустить песню с тремя буквами. Ю-ю-ю. Ю-ю. Ю-ю. Все песни такие веселые. Они все забавные, да? Разве это не что-то новое для тебя тоже? Точно, абсолютно. Это не твой обычный стиль. Так что она не такой. Есть песни, которые мы слышали раньше? Все они. Мне нравится эта часть. Что ты говоришь? Когда идут титры, ты держишься? Когда идут титры, ты держишься? Или ты уходишь? Вау, кинотеатр. Это классно. Следующая, последняя. Это сингл. Это самый последний трек. Ощущение, что титры идут вниз. А ты говоришь, что они идут вверх. В конце концов, все в этом альбоме возвращается к синглу «Come back to me». Я думаю, что все идет вокруг. Когда ты блуждаешь, ты хочешь найти стабильность, а когда находишь, хочешь блуждать. Я думаю, что эта история о блуждании, стабильности и снова блуждания отражается в песне «Вернись ко мне». Конец. Я думаю, это было здорово. Спасибо. Ощущение, будто я посмотрел музыкальный фильм. Думаю, было бы очень здорово, если бы ты снял клип на каждой песне. Продолжительностью около 30 минут. Я тоже об этом думал. Правда? Я думаю, это было бы здорово. Мне было такое. Всего прошло здорово. Я думал об этом, но мне не хватило времени. Итак, речь идет о людях, которые сбились с пути. Каждый по-своему. Lost — это заглавный трек. Но, как всегда, я писал его, не думая, что это будет заглавный трек. Похоже, что это так. У меня не было заглавного трека. Такое ощущение, что ты написал о своей истории от начала и до конца. Да, это самое главное. Я думаю, что именно это ты хотел сделать. Это главное. Если послушать первый, второй и третий трек, они очень интенсивны, и после этого все стихает. И я говорю о разных вещах, они продолжают идти вверх-вниз. Когда люди слушают его, я хотел, чтобы им казалось, что они поднимаются вверх, а потом спускаются. Как будто что-то идет не так. Лично мне всегда нравилась твоя сентиментальная сторона, и как ты все выплескиваешь наружу. Потому что именно так я и начал. Так что мне правда хотелось услышать что-то вроде такого. Я думаю, это было здорово. Спасибо. Это правда ободряет. Даже не знаю, чувствовал ли ты это или нет. Но ты рассказывал о себе фейс. Ты рассказал о своей темной стороне. Верно. В Индиго была темная сторона и светлая сторона тоже. Я излил все, что чувствовал, когда был частью BTS. И я подумал, что когда я это сделаю, я почувствую облегчение. Но потом моя жизнь изменилась, и у меня было гораздо больше того, что я хочу сказать. Мне хотелось бы сделать большее. Лично я не могу сказать, почему это так. Но после прослушивания того альбома и теперь этого альбома, в Индиго ощущается, что ты что-то закапываешь. Верно. Ты похоронил то, что чувствовал. Верно, верно. А этот похож на то, что ты все выплеснул наружу. Для меня я сделал это фейс. А, но для тебя я чувствовал, что ты пытался все скрыть. Ты чувствуешь меньше давления после этого альбома, или... Пока что да. Я думаю, что теперь у меня что-то получилось. Я сделал что-то, и я многим людям обязан за это. В этот раз я получил все песни. Конечно, я тоже помогал написать. Но для последнего трека «Комбэк ту ми» все песни в этом альбоме были глубокими, поэтому я попросил у Чёка написать одну. Правда? Да. Он был режиссером по вокалу. Вау, правда? Да. Я написал только текст для нее. Так что теперь я не хочу быть единственным, кто делает все при выпуске альбома. Теперь, когда я работал с людьми и добился лучшего результата, я думаю, что так намного лучше. Я также многому научился. Я чувствую себя легче и намного лучше. Мне нравится Кредит Ролл. Да. Вот кому нравится Кредит Ролл. Я первый. Особенно, но немногие его слышали. А, да? Мне нравится Кредит Ролл. Мило. Мне нравится. Да, это хорошая песня. Мне нравится, как ты выплескиваешь то, что внутри. С людьми. Вообще-то, я могу быть честным через свою музыку. Поэтому я подумал, что все будет хорошо. Я думаю, ты постепенно находишь свой цвет. Спасибо. Знаешь, трое младших мембер еще не ушли. Но почему я все еще здесь? Когда все старшие, уже ушли. Когда Хобби ушел, все эти мысли были у меня в голове. Я был на ранних стадиях этого альбома и думал, правильный ли выбор я сделал? Может, мне тоже пора? Но что я мог сделать? Я уже выстрелил. И теперь, когда он почти готов, он еще не совсем закончил. Я чувствую себя намного лучше. Я чувствую, что сбросил груз. До меня, когда Джин начал свою военную службу, и ты выпустил Индиго. Да, в начале декабря. Не знаю почему, но ты выглядел обеспокоенным, как будто бы тебе было трудно. Вот что я чувствовал. Потому что ты меня хорошо знаешь. Поскольку мы знаем друг друга так долго, я знал, через что ты проходишь. Но я не мог попросить тебя рассказать об этом. Но тогда даже я не знал, что я чувствовал. Я ожидал, что так будет. Вот почему я ничего не мог сказать. Я не чувствовал себя легче даже после выхода Индиго. Я думаю, что третья сторона помогает увидеть вещи точнее. Член не просто третья сторона. Он член моей семьи, который всегда рядом. Но я думаю, что у всего есть свой срок годности. Я чувствовал, что должен был поговорить об этом сейчас. Чтобы моя творческая жизнь и решимость продолжались дольше. Я думаю, это было то, что я хотел увидеть в себе. Я не знаю. Я просто знаю, что он переживал трудные времена. И тяжесть времени лидера BTS это то, что я даже не могу себе представить, хотя я и был рядом с ним. Я не могу представить, что за давление ощущается. Я не говорю, что это не тяжело для других мемберов тоже. Но тяжесть бытия лидером немного отличается. Уверен, фанаты понимают, что я имею в виду. Я многому учусь, наблюдая за ним со спины. Поэтому иногда, когда я вижу его человеческую сторону, я сочувствую им. Я смотрел многие наши старые выступления на сцене. Мы иногда так девы. Я тоже смотрю. Проходим через этот период. Я смотрел много закулисных съемок. Особенно в конце года и в Новый год. Увидев себя в таком виде впервые, я подумал, почему я был таким напряженным последние 10 лет? Я никогда не расслаблялся. Будь то на сцене или за кулисы, я всегда был напряжен, на грани и насторожно относился ко всему. Мог бы быть более расслаблен. Но я ни разу не расслаблялся. На самом деле мы никогда не проходили через что-то подобное раньше, так что, конечно, ты так себя чувствовал. Тем не менее, я думал, что из всех мемберов я был хорошим. Вот как мы зашли, так далеко. Но правда... Спасибо, что сказал это. Это правда, это факт. 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 Мне как бы стало жалко себя, когда я это увидел. Так что... Да. Из-за этого я хотел выключить рубильник на некоторое время, потому что я был так напряжен в течение 10 лет. Я должен был его выключить. Мне было только два режима включить и выключить. Не было середины. Было бы здорово, если бы у BTS была регулировка света, а не только включить и выключить. О, это нелегко сделать. Да. Если бы ты мог это сделать, разве это не было бы похоже на вторую прожитую жизнь? Как ты и сказал, у меня есть две крайницы. Да. Например, я иногда неуклюжий. Поскольку я был слишком долго на этой стороне, единственный способ делать так поменьше — брать это и перейти на другую сторону. Держать прикрыто мне некоторое время. Ты должен был его выключить. Вот как это было. Но в конце концов я смог сделать такую вещь, как РПВП, потому что я клямил себя как BTS, и поэтому я смог это сделать. Это не потому, что я был исключительным, но в конце концов мы все снова будем вместе после разного опыта. Думаю, каждый наш опыт будет очень полезен. И я очень рад этому. Я думаю, это будет весело. Да. Но когда наступит 25-й год, ты снова почувствуешь давление в команде. Тебя это устроит? Нет. Я думаю, что я стану намного сильнее после выпуска этого альбома. Теперь, когда я услышал, через что ты прошел за последний год, я понимаю, что ты пытаешься сказать, но я также думаю, что это потому, что ты такой особенный. Конечно, есть моменты, которые я сам на себя навлекал, оглядываясь назад, но я думаю, что знал, что все вернется ко мне. Это сильно ударило тебя. Это потому, что... Это потому, что ты такой хороший человек. Я имею в виду... Спасибо. Ты можешь не быть таким для других людей. О, конечно. Ну, по крайней мере, для мемберов. Спасибо. В дальнейшем, BTS... Я не знаю, какими будут наши концерты, но мы должны быть несколько. Конечно. А что касается меня... Что тебе нужна помощь? Только мы вернемся, ты и я. Просто скажи мне. Нам стоит написать песню вместе. Давай сделаем. Давай выпустим единый альбом. Мы можем продолжать смешивать разные группы внутри BTS. Звучит весело. Чунгук, Эви, Тимина, Рэм, Шу, Га-Джин, Джей-Хоу. Я хочу сделать это... Джей-Хоу, Рэм. ...со всеми мемберами. Мы прочувствуем то, что мы чувствуем, а затем сосредоточимся на наших делах. Я думаю, это самое главное. Как только команда начала служить в армии, один за другим в течение прошлого года, я очень старался не думать о команде. Если бы я этого не делал, я чувствовал, что не смог бы стоять на ногах. Вот о чем я думал. И мне очень стыдно за то, что я выключил этот переключатель. Я снова чувствую, что... в долгу перед ними. Поэтому, когда я вернусь, я хочу снова усердно работать для команды. Вот о чем я думаю. Теперь, когда мы создаем собственный контент, я думаю, что быть нормальным — это худшее, что можно сделать. Но должна быть причиной, собственная оригинальность в этом. Вот что я думаю. Так что мне нравится то положение, которое я занимаю, как часть BTS, или как Рэм. Так что я... Я не знаю, как ты воспримешь. Хорошо. Рэма из BTS. Но как бы ты на меня ни смотрел, фанат или ненавистник, или если ты просто тот, кто знает моё имя из новостей, это то, что я хочу сказать всем. Это я, и это тоже я. И я ненавижу полных придурков. Но у меня есть и слабая сторона. И в конце концов, я всего лишь человек. В любой момент вы можете стать неправильным человеком или тем, кем надо быть. Мы все неправильные люди, но в то же время и правильные. Я просто думаю, кто использовал свою позицию и личную историю, чтобы создать нечто универсальное. И для этого мне потребовалась помощь многих людей. Поэтому, пожалуйста, слушайте побольше. Многие люди, включая меня, мемберов и фанатов, подвержены влиянию того, что ты говоришь. И мы об этом много думаем. Так что ты можешь сказать нам, когда тебе плохо, или когда ты переживаешь трудные времена. Мы будем не против. И никто из нас не будет волноваться. Да. Многие люди хотят, чтобы с тобой просто все было в порядке. Я думаю, мне нужно все это отпустить и быть честным. Это последний вопрос. Когда твоя музыка и альбом выйдут через шесть месяцев, что бы ты хотел сказать, Рэм? О, привет. Привет. Если серьезно, я хочу сказать, ты, вероятно, забыл уже этот момент, но я чувствую, что груз был снят прямо сейчас. Ты полгода назад. У тебя, правда, был тяжелый период в прошлом году. И теперь я уверен, что тебе будет не хватать этого времени. Ты хорошо жил до сих пор, много работы, и будешь жить хорошо и сейчас. Прежде всего, будь здоровым. Я уверен, ты станешь лучше, чем тот человек, которым я являюсь сейчас. Давайте. Я надеюсь. Люблю вас. Ты посмотришь это видео, когда будешь там? Уверен, я посмотрю. Отличная работа. Отличная работа. Как давно ты знаешь Намджуна? Я знаю его около 12 лет. А что насчет Намджуна тогда и Намджуна сейчас? Я думаю, это один и тот же человек, потому что когда я был трейнер, я много с ним разговаривал, когда мы гуляли. И он не так уж сильно изменился с того времени. Как мы можем стать лучшими людьми? Как мы можем стать более зрелыми? Что можно сделать, чтобы вырасти? У нас было много глубоких разговоров. И за то время, что я его знаю, в течение 12 лет, вопросы, которые мы задавали, в основном оставались неизменными. Когда мы впервые сотрудничали с ЮНИСЕФ, мы много говорили о том, как он чувствует себя, говоря о таких вещах. И как мы относимся к нашим фанатам. И какое мышление у нас должно быть. Мы много об этом говорили. И он все тот же. Он все такой же неуклюжий. Как и всегда. И он все еще крутой. И он все еще удивительный. Он тот, кто мне правда нужен в моей жизни. И я надеюсь, что он будет рядом со мной долгое время. Вот кто он такой. Поздравляю с моим альбомом. Правильно ведь? Дорогой Ким Намжун. Поздравляю с зачислением в армию. И мы хотим все испортить. Извини. Поздравляю. Я тебя поздравляю. Поздравляю.